МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За час до старта традиционной легкоатлетической эстафеты ко Дню Победы на площади собрались участники первого в Сарове благотворительного пробега. Они не будут мериться силами и бороться за места на пьедестале почета. Объединив спорт и благотворительность, организаторы пробега решили показать, что совершать добрые поступки и помогать людям можно и таким образом. В голове появилась идея о том, что можно совместить приятное с полезным. Когда сказать, спорт – это и приятное занятие, и полезное, но еще более полезное занятие – это благотворительное дело. Мысль объединить легкую атлетику и благотворительность появилась у волонтера Центра «Радость моя» Яны Афимьиной. Она признается, что не ожидала увидеть на старте благотворительного пробега столько желающих помочь маленькому саровчанину. Дистанцию 2,5 километра преодолели более 70 человек. Я считаю, что это очень важно. Это такая помощь и привлечение внимания многих людей. Ученица 12-й школы Татьяна Кошкина занимается баскетболом, но решила попробовать себя в другом спорте и преодолеть легкоатлетическую дистанцию. На первый в Сарове благотворительный пробег «Бегущие из сердца» пришла еще одна ученица 12-й школы Алина Лабушкина. Девушки активно разминаются перед стартом. Для меня как такая большая честь, что я могу чем-то помочь таким детям, которые нуждаются в этой помощи. И то, что я могу нести какой-то вклад в развитие благотворительности в Сарово. По итогам пробега волонтерам удалось собрать лишь часть необходимой суммы. Инвалидная коляска для юного саровчанина, страдающего тяжелой формой ДЦП, стоит 160 тысяч рублей. Сбор средств продолжится 17 мая на празднике благотворительности «Белый цветок» по адресу Мира 50 в рамках общегородской акции «Ночь музеев». Начало в 6 вечера. Дарья Цапорынина, Владимир Висик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. В соревнованиях принимали участие 10 команд из разных школ города и центров внешкольной работы. Конкурс проходил в несколько этапов. Ребята показывали знания теории и практические навыки езды на велосипеде. Ребята должны знать правила дорожного движения, как вести себя с велосипедом на дороге. Практический этап, основной этап идет, это именно различные конкурсные, можно сказать, этапы на велосипеде, где за определенное количество времени нужно будет пройти всю дистанцию. Чем меньше будет ошибок, тем, естественно, команде будет плюс идти. Также школьники должны были показать, как они оказывают первую медицинскую помощь. Оценивало знания и умения конкурсантов жюри, в состав которого вошли сотрудники госавтоинспекции. Участников соревнований не отпугнул и небольшой дождь. Ребята все готовы, все настроены, несмотря на погоду, настроение всех боевое. И все готовы сегодня бороться за призы и самую главную победу. Один из конкурсантов, Евгений Шаров, первый раз участвовал в соревнованиях. Мальчик вместе с своими одноклассниками начал подготовку к конкурсу за несколько недель. Изначально в школе ставили трудную дистанцию, потому что надо было готовиться ко всему. А эта дистанция намного легче, чем в школе мы делали. В будущем Женя планирует еще раз поучаствовать в конкурсе «Мой друг – велосипед». Мальчик считает, что подобные соревнования очень важны и проводить их нужно как можно чаще, поскольку они позволяют не только совершенствовать навыки вождения, но и узнать что-то новое и полезное. Сейчас я вот немного почитал ПДД, там столько всего разного и нового, чтобы показывать водителям, например, разные знаки поворота, когда-то поворачиваясь. После прохождения этапов на стадионе конкурсанты отправлялись в 17-ю школу, где их ждали заключительные испытания. Екатерина Опенова, Владимир Лесик, Сергей Рябов, служба новостей «Саров-24». 9 мая на стадионе «Икар» прошли соревнования по футболу Кубок Победы 2019. В финале команда «Динамо ВЧ» с минимальным счетом 1-0 обыграла терем и заняла первое место. Третье место досталось команде «Авангард». 12 мая под Рязанию финишировал 54-й всероссийский автокросс, посвященный Дню Победы. Участниками гонок стали спортсмены из девяти регионов России, а также команды из Эстонии. В программе соревнований прошли заезды в семи классах спортивных машин. «Саров» на автокроссе представила команда центра внешкольной работы, выступившая в классе «Супербагги». В личном зачете Марат Мигунов занял первое место, а Дмитрий Кожаков стал бронзовым призером. С 10 по 12 мая в Смоленске прошел этап Кубка мира по авиамоделизму. Команда станции юных техников выступила в классе гоночных и скоростных моделей. По итогам соревнований Софья Тютина заняла третье место и выполнила норматив кандидата в мастера спорта. Экипаж гоночной модели Василия Логанова и Дмитрия Евстропова выполнил норматив первого разряда. 14 и 15 мая в Нижнем Новгороде прошло первенство Нижегородской области по легкой атлетике среди юношей и юниоров. Наш город на нем представили воспитанники детской и юношеской спортивной школы ИКАР. Мария Девяткина завоевала золотые медали в беге на 200 и 400 метров. Павел Жарков стал победителем соревнований в тройном прыжке и серебряным призером в прыжках в длину. Валерия Борисова – лучшая в беге на 3000 метров и третья в беге на 800 метров. Евгения Иришева завоевала серебряную награду в беге на 400 метров. Николай Мордовин также поднялся на вторую ступень педестала почеты в беге на 3000 метров. Никита Терентьев стал бронзовым призером на этой же дистанции. Здание Жигаловской средней и общеобразовательной школы пустует, но сегодня в кабинетах, учительских и коридорах непривычно шумно. Военно-спортивную тактическую игру «Лазертак» посвятили открытию туристического сезона в Темниковском районе. Команды продумали тактику, распределили роли, осмотрели здание. Побороться за победу предстояло семи сборным. Три, два, один! В состав команды из нашего города вошли опытные игроки в «Лазертак». Они регулярно тренируются и принимают участие в городских чемпионатах по этой тактической игре. Для успеха команды, считает Дмитрий, важно грамотно распределить роли. Сам игрок работает на позиции, прикрывающего тех, кто бежит на захват точки. Прежде всего, мне кажется, в этой игре важно умение работать в команде. Тактика может отойти на второй план, она может не получиться. А вот умение работать в команде, я считаю, самым важным преимуществом игры. По итогам игр победу одержала команда из Сарова. Второе место у Туристско-информационного центра «Темников». Третье – у команды ДСААФ. Региональное отделение Российской общественной организации занимается военно-патриотическим воспитанием и подготовкой подрастающего поколения к службе в вооруженных силах. Задачами ДСААФ России является развитие и поддержка технических видов спорта, стрелковых видов спорта. Впечатления от игры в антуражном здании пустующей школы останутся у участников надолго. После активного спортивного досуга им предстояло окунуться в культуру и быт Мордовии. Организаторы подготовили для гостей много вкусностей. Настоящие блюда национальной кухни из печи отведали все желающие. А те, кому ближе музыкальное творчество, приняли участие в мастер-классе по игре на деревянных ложках. «Темниковский район на самом деле очень богат потенциалом туристическим. Мы хотим, чтобы наш туризм был спортивным, этническим, культурным, можно даже сказать православным и экотуризмом». В последние годы в Мордовии активно развивается сфера туризма. Разрабатываются культурные программы и туристические маршруты в районных центрах. «Здесь, конечно же, есть много достопримечательностей. Это и природа, и музеи, и храмы наши. Ну и, конечно же, надо делать событийку разного рода». Участники открытия туристического сезона получили массу впечатлений и приятные сюрпризы от организаторов. Сертификаты на посещение туристических объектов «Темниково». Тарит Сапарыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Самые закаленные байкеры выехали на дороги нашего города уже давно, как только сошел снег. Но официальный мотосезон открывается в мае. На автодроме ДСАА владельцы выстроили в ряд мотоциклов всевозможных моделей и конфигураций. Поблескивая насос и никелем, они притягивали к себе зрителей. Байкеры охотно рассказывали о своих мото- и квадроциклах и демонстрировали возможности техники. Сергей Лопатников – один из тех, кто не представляет своей жизни без скорости ревого мотора. Марка и модель техники для него не важны. Как говорит мужчина, главное, чтобы были два клеца и мотор. Он водит мотоцикл уже более 20 лет. Любовь к двухколесному транспорту передалась ему по наследству. Ну, может быть, семейная традиция. Отец ездил на байке, брат ездил на байке. И теперь я езжу на байке. Это очень давно началось. Среди собравшихся на открытие мура сезона было много новичков. Некоторые совсем недавно обзавелись двухколесным транспортом. Другие водят мотоциклы не один десяток лет. Их байки отличаются оригинальным оформлением. Мотоциклов в городе достаточно много, и они постоянно увеличивают свое число. Мотоциклисты не только молодые люди, но и девушки активно учатся, ездят. Причем многие ездят достаточно серьезно. В планах мотоклуба не только ездить по городу в свободное от работы время. Байкеры планируют организованные поездки далеко за пределы области. В честь открытия сезона ровно в полдень байкеры стройной колонной проехали по улицам Сарова. Маршрут мотоциклистов пролегал через весь город. Соблюдая правила дорожного движения, они прокатились и по старой части города, и по новому району. Елена Грискова, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24.